в это время почему-то всегда хочется чего-нибудь такого вкусненького сладенького ну думаю что пойду схожу ягоду соберу да сварю варенье собрал ягоду попрыгунь я стрекоза лето да ну явно малина уже нету не сезон вишни малины явно уже не соберешь снег почти по колено но смотрите есть калина то есть это ягода которую можно даже собирать зимой у нас сибири ее предостаточно птички еще пока не все съели нам оставили вареница можно собрать и делать очень вкусно кстати полезное варенье помогающая для сердца после того как собрали калину некоторые ее протирают через сито другие же прокручивать на мясорубке но знаете я не люблю когда что-то скрипит на зубах поэтому мы женой используем другой способ это выжимаем ее в марлю сложенную несколько раз кладем калину и просто ее выжимаем как видно здесь то видео и с одной стороны у нас получается сок из которого мы будем варить варенье а с другой стороны вот этот шумых то есть калиновые косточки мезга на котором я ставлю домашнее вино калиновка называется кстати я уже снимал видео на эту тему домашним вино из калиновых косточек очень вкусно и вино получается чем-то на эти шампанское напоминает не получается знаете такое безотходное производство такая двойная польза и вино и паренья ну а теперь я расскажу про сам процесс варки тоже важно важно здесь то что надо варить больше часа тогда исчезнет вот этот неприятный запах который в начале будет пропорции такие на 1 литр вот этого сока 1 килограмм сахара ну и варенье поначалу будет красного цвета а потом уже через когда больше часа то проварим уже коричневого цвета получится вот такой вот на 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 цвет получится и когда она остынет а ну такой вот гастоты должно быть красиво это такое чем-то напоминающий мед красивое и вкусное варенье чудо варенье